Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Мы который год слышим о том, насколько важно импортозамещение, насколько важно производить самим, в первую очередь, продовольствие, продовольствие безопасности, мы должны сами себя кормить, и это правильно на самом деле. Мы все помним ужасные эти позорные, я считаю, годы 80-е, когда мы не то что там какие-нибудь деликатесы импортные завозили, мы завозили элементарно зерно, то есть даже не хлеб, хлебопулочное изделие, а зерно. И это было просто ужасный позор для такой страны, как Россия, ведь у нас поля, леса, у нас есть все, чтобы производить продукцию, причем я считаю, самого высокого качества, не только я так считаю. Но вот пока, к сожалению, у нас импортозамещение вроде бы и санкции по нам ударили, оно идет, но пока не с тем успехом, на какой рассчитывали. До сих пор, к сожалению, вот русский человек далеко не все свои русские товары знает, по телевизору мы смотрим наши федеральные коллеги, кто-то говорит зомбирует, кто-то нет, они искренне так рассказывают, но что мы видим, как они со вкусом едят пармезан, они со вкусом едят хамон, какая-нибудь кулинарная передача, а там опять-таки автор, что он берет передачи, это повар, он не берет какое-нибудь там, допустим, масло вологодское, или, к примеру, там какой-нибудь тверской сыр, или тверскую колбасу, к примеру, или неважно, московскую, смоленскую. Они говорят, вот смотрите, мы берем там лучший испанский округ, мы берем итальянское прошутто, все это делаем. Здесь, в России, казалось бы, почему так происходит? Почему наши люди больше знают и ценят и любят какие-то импортные марки продовольствия, но не свое, родное? Кто-то скажет, ну, мы не умеем делать, да, может быть, в 90-е была разруха, но уже давно ведь смотрим на предприятиях лучшее импортное как раз производство, имеется в том, оборудование, и поля, и луга, и коровы те же самые, либо своих хороших пород, либо импортные, закупленные. Мы тоже сколько ядких репортаж делал, коровы породы лимузин завезли, там из Бельгии, оттуда, отсюда. Казалось бы, все есть, чтобы производить высококачественную свою продукцию, но нет, пока до сих пор, к сожалению, все наши люди стремятся что-нибудь эдакое импортное, чтобы не по-нашему, по-аглицки или по-хранцузски называлось. Об этом мы сегодня поговорим, что так происходит, что делать самое главное, а что могут наши производители предложить вам, дорогие телезрители. Хочу представить гостей нашей программы, это президент Ассоциации туризма Тверской области Ирина Шереметкер и Людмила Володина, генеральный директор АО «Молоко» города Конаково. Это как раз то самое предприятие, которое является наследницей еще верещагинских вот этих производств, в которых Верещагин – это человек, который первый в России начал делать сыры. Добрый день, Людмила. Да. А вы нам можете звонить по телефону 3190 и высказывать ваше мнение, что вы думаете, почему так происходит, что вот нашему человеку милее какой-нибудь хамон, а не там, не знаю, там Смоленская ветчина, к примеру. Звоните 3190. Так, уважаемые дамы, ведь мы знаем, что в нашем регионе уже не первый год проводится такое значимое мероприятие, как Верещагин фест. Это такой сырный фестиваль, такой вот в Баварии есть «Октоберфест», где употребляют хмельной напиток, а у нас в Верещагин фест, я сам там был, действительно такая ярмарка. Ирина, вот насколько вообще уникальное это событие? Это только мы такой фестиваль сыров проводим или нет? В каждом регионе что-то свое такое? Ну, в фестивале сыров, на самом деле, проходит достаточно большое количество, особенно, когда пришли санкции наши производители, вдруг рассмотрели себя, и что они вполне конкурентоспособны и могут покрыть вот эти потребности сыра у нас при наличии таких вот ограничительных мер со стороны зарубежных стран. Но наш фестиваль, он является уникальным, потому что мы его устраиваем во славу нашего первого вообще деятеля в области сыроварения, это Верещагина, который основал свою сыроварню в Конаковском районе, именно у нас, и мы этим гордимся. Это еще в 18 веке. В 18 веке, то есть, именно он основал и производство Пашихонского и всех наших российских сыров, и такое имя, мы считаем, что оно по достоинству именно должно быть оценено, и все традиции, вот наши сыровары, они все их очень трепетно чтут, о чем мы можем говорить, что производство у нас возрождается, и мы имеем достаточно хороший ассортимент конкурентноспособных продуктов, и, в общем-то, которые сопровождаются вот нашими традиционными привычками и способами потребления, и, в общем-то, мы все это принимаем и все это любим. К сожалению, вот советская система была сложена таким образом, что мы были достаточно ограничены от зарубежного посещения других стран, и нам всегда казалось вот за границей чем-то таким вот эйфорией такая, что там все замечательно, все так круто, и когда в 90-е годы открыли границы, все туда ринулись и увидели, какая там распрекрасная жизнь, не вдаваясь вообще в подробности, как это происходит на самом деле, и этот шлейф, он тянется до сих пор, преклонение перед всем западным, а в то время... Это были революции? Ну, мы всегда смотрели на заграницу, скажем так, с подобострастями некоторыми у нас и цари. Цари всегда были... Это и сами они были. Да, не сильно русскими, поэтому, наверное, это у нас крови, но, наконец-то, пришло время, когда мы видим, что все-таки, вопреки всем, в общем-то, противодействиям со стороны и зарубежных конкурентов, и, в общем-то, наше государство сейчас уже совершенно по-другому относится к нашим производителям, и начинается вот это вот, в том числе и проект «Вкусы России», «Вкусы Верхнего» уже мы начинаем уже сами на себя внимание обращать, поэтому, я думаю, мы сейчас как раз с вами находимся в эпоху, когда мы вот восстанавливаем свою самость, мы начинаем ее ощущать благодаря вот таким вот именам, таким людям, которые возрождают эти традиции и пытаются их донести до каждого. Вот, вопрос в том, что об этом мало кто знает. Об этом мы поговорим, почему так происходит. Людмила, скажите, ваше предприятие участвует в этом знаменитом фестивале? Да, я хочу сказать, что наше предприятие уникальное предприятие, это историческое предприятие. В далеком 1972 году я сюда приехала работать. Вот, и еще видела учеников, меня еще учили ученики, учеников Ерещагина, потому что первая сыроварня была в Конаковском районе. Вот, и они строили уникальные подвалы. У нас на предприятии подвалы, которых нет просто в России. А что уникального? А уникального то, что... Ну, подвал и подвал. Нет, подвал и подвал. Это подвал на 20 тонн сыра единовременного хранения, во-первых, под заводом. Значит, это подвал, где сыры созревают. Обычно сыры созревают просто в термостатных камерах, ну, вот, с определенной там температурой. А это... Мы же все знаем, мы же все свои продукты стараемся дома обязательно сделать себе подвал, правда? И храним продукты в подвале. Ну, если уж на девятом этаже сложно, конечно, говорить так? Нет, ну, просто, я не говорю о девятом этаже. В частных домах мы все мы, всегда, родители наши, все, как бы, вот, подвал вынес и что-то такое. Потому что там определенная температура, определенная влажность для продукта. Ее уже термостатная камера никак не сделаешь. Или пригреет, или не догреет. И все, а подвал, это естественное охлаждение под землей. И, конечно, а сыр, это сложный продукт, где идут сложные биохимические процессы. И они должны обязательно быть в таких уникальных условиях. Поэтому у нас определенные бассейны. Бассейны, они зажелезненные, они из бетона. Необыкновенные бассейны, в которых солится сыр. Они в подвале тоже существуют. Вот. И поэтому как-то я еще восстанавливала. Я сама-то очень много лет на заводе проработала. Из них порядка 10 лет мастером работала, варила сыры в то советское время. Мы грузили тоже свои сыр в Венгрию, в страны социалистического лагеря. И когда вот это пошло остановка, когда сыроделие стало ненужным, потому что за границей стали привозить более дешевый продукт. А вот в советское время... Нет, я просто говорю... Помните, еще известные переделали песню про цирк? Куда девался цирк? А пели, по-моему, куда девался сыр? Он был еще вчера. Скажите, а вот мне интересно, извините, просто вот в советских времен, а советский сыр, вот он на уровне был тогда? Потому что я лично помню, я был не в восторге от советского сыра. Может, конечно, я был маленький, глупый, у меня вкуса бы не было. Ну, сыр и сыр, я так его ел, если честно. Ну, не в восторге. Вот он был на уровне. В советское время была только натуральная продукция. Делалось только из натурального молока и заквасок. Закваски, естественно, а сыр, чтобы был хорошим и очень хорошим, нужно носить закваску. Которая... Над процессами всеми сыра, задают ему тон этого сыра. А закваски у нас были наши, российские, естественно. Поэтому, если мы... Они хорошие были? Они были нормальные просто. Но сегодня я работаю с французскими заквасками, я вам хочу сказать. Ну, потому что они более эффективные. Вот, да, у нас бывшие... Я уже обратилась к производителям заквасок, к нашим, российскими, и говорю. Потому что все те, кто хотят получить лучшего качества, работают с французской закваской. Да, сырье наше, все наше, а закваску я покупала... А, итальянцы? Что итальянцы? С какими заквасками работают? Ну, я не могу сказать, с какими итальянцами. У меня по... Или испанцы. У меня испанское оборудование, у меня очень красивые формы испанские. Да, частично, не все, а частично. Вот. И, конечно, когда я решила... А решила я после посещения Игоря Михайловича нашего Рудени, нашего завода в рабочей поездке, я ему объяснила, что у нас подвалы, что все. Он сказал, нужно здесь возрождать сыры. И как бы дал... Ну, задачи поставил. Я об этом не думала. Я думала, что я не смогу. Это все очень сложно. А возродить нужно хороший настоящий сыр. Потому что мы верещагинцы. Брэд у нас верещагинский предприятие. Поэтому я, естественно, обратилась к технологам в Европе. На самом деле это так, да. А как так? Вот опять, смотрите. Вас учили ученики учеников того самого верещагина, которому, как другому верещагину задержал, было обидно. Что же мы сыры не можем делать? Вот. И то есть, по идее... Ну, а наши сыры тогда были на уровне, насколько я читал. Вот. Они котировались и так далее. И по идее, то есть, чему вам учиться у Запада? Мы сами с усами, мы сами умеем хорошие сыры делать. То есть, зачем вам понравилось учиться у Запада, если вы и так же были научны теми самыми людьми, которые хранителями традиций живут? Нет, я просто хочу сказать. Те сыры, это российские, голландские, пашихонские опускала сыр, да. Они сегодня как бы вот завалены на полках. Они есть, они присутствуют. Но по импортозамещению я поняла, что чтобы предприятие вывезти, нам нужно делать что-то новое, конкурентоспособное. А мне, извините, я тоже перебью просто вопрос. Много интересного очень. А вот голландский, мы в советских времен тоже помним, а его голландцы за голландский считают? Или они, как французы, оливье русским называют салатом, они его тоже? Мне интересно, вот, а науриеново с голландием это отношение? Роман, сейчас я вам скажу. Когда я работала в советское время, то отношений у нас не было ни с голландией, ни с кем. Ну, были уже. Нет, мы, например, я лично не пробовала голландский сыр, вот их производство. Никогда. Хорошо, а сейчас в постсоветское время, не интересно, голландцы пробовали его? Сейчас в постсоветское время, вот наш продукт, который мы выпустили, он принял на международной выставке золота, прод-экспо, вот диплома и золотая медаль. Это какой сорт? Это сорт, значит, наши димоновские, да. Ну, вот это Георгиевич Козе, да. И бронзу. Это сыр, это самое приняло, то есть на международной выставке. А как называется, как правильно? Шанклиш. Это древняя сирийская технология. Это уникальный сыр, такой в России никто не выпускает. Потом стеклянные баночки, там насыщение оливкового растительного масла, там, значит, пожитником с перчиком чили разного вида делаю. Поэтому это же интересно, срок реализации его довольно-таки длительный, потому что он в масле необыкновенный вкус, он всем нравится. Но что-то хочется новое сегодня представить покупателям, поэтому я пошла по этому пути. Естественно, Пашихонский существует, и много заводов-производителей, а нужно было сделать новое, интересное, уникальное, то, чего нет в России сегодня, это просто, ну вот когда пробуют, и говорят, это бомба мне, Людмила Сергеевна. Вот я этим горда, понимаете, что мы сегодня на нашем заводе, что фамилия Верещагин и бренд Верещагина, он всего сегодня, мы работаем над тем, чтобы на экспорт отправлять эту продукцию, то есть сейчас мы работаем, конечно, как там получится еще, не могу сказать, пока нет, но, как говорится, дорогу оселит идущий всегда. Вот и Димоновский сыр, кстати, это как раз место, где была первая сырка. Да, я поэтому назвала его, он и золото занял. То есть это уже бренд. То есть это, можно сказать, это место, да. Это как-то называется, когда вот, если вино бургундское или шампанское, то место происхождения. Да, место происхождения. Пармежанов, пармезан, он тоже пармезан. Можете посмотреть, это вот наш бренд Верещагин. Не, я знаю, я и был у вас, должен был. А, Ирина, вот касаемо Верещагинфеста, вот цель его и подобных других, у нас же не только Верещагинфест, где мы пытаемся продвигать свои марки, наши продукты. Их цель вообще какова, вот все-таки, поторговать или действительно продвинуть, как-то пропиарить? Вообще к гастрономическим фестивалям отношение всякое. Некоторые просто делают мероприятия ради, там, плясок, танцев. Некоторые вкладывают совершенно другой смысл. Вот, допустим, селигерский рыбник. Да. Это тоже одно из гастрономических мероприятий. Я сейчас могу сказать, что уже на Селигере будет на следующий год промысел рыбы. Это и мы получим селигерский еще один продукт, именно происхождение с места курорта, с местного значения селигер. То есть это будет официально экологически чистая рыба, соответственно, мы будем этим гордимся. И у нас теперь уже будет официально возможно нашим объектам питание иметь селигерские пироги, рыбники в ассортименте, в меню. И я думаю, что это вот то, для чего должны делаться гастрономические мероприятия. Верещагин Сырфест — это мероприятие не просто ради Верещагина в том числе, но и под его продукт. Потому что благодаря вот этим мероприятиям мы получаем возможность вообще прокричать на всю Россию о том, что у нас есть. Есть. А почему нет? У нас Верещагин Сырфест, во-первых, на последнем фестивале 38 регионов принимало участие. Вот, 38. Откуда? Близлежащие или откуда-то подальше приезжали? Нет, из-за границы приезжали. Да, откуда? Да. По-моему, с Австрии. Француз был. Француз был, да. Из-за границы Австрии был. Он в качестве кого был? Они у нас здесь, у них сыроварня, я с ними говорила, есть сыроварня здесь, в России. То есть, французы здесь? Да, здесь, да, сыроварня в России, да. И вот они принимали участие, да. Какие их отзывы были про наш фестиваль? Ну, у нас очень много принимали участие сыроварня делов, и они были очень довольны. Все довольны. Очень довольны были. Они сказали, что вообще-то признать самым лучшим событийным мероприятием в России. Да, это ясно. И грант был получен нашему району. Был грант. Это район организовывает наш, конечно. Да, администрация. Администрация района, она у нас в этом плане работает, они большие молодцы. Они поддерживают, конечно, и меня поддерживают, и все. Естественно, что это без поддержки власти не может никак происходить. И нужно что отметить, что участники вот этого фестиваля, когда я с ними разговаривала, где-то за месяц до этого у них было мероприятие на Красной площади, они торговали. И они сказали, что если бы они знали, что они все то, что там неделю торговали, продадут за несколько часов здесь, то они бы с собой привезли гораздо большее количество продукции. Вот. То есть это говорит о том, что мероприятия посещаемые абсолютно. Более 10 тысяч человек было, и оно было именно таким массовым, очень трепетным с точки зрения отношения к самим сыроварам. Был парад сыроваров. То есть вот это... Я помню, что погода, солнечная, хорошая была, прям так вот повезло. Очень жаль, что вот в этом году мы не смогли провести. У нас тоже была очень... В этом году Олимпиаду не смогли провести, а вы говорите, Верещагин сыр-фест. Да. Ну, надеемся, что все-таки на следующий год мы сможем все реализовать, задуманное в прошлом, вот в этом году, потому что сюжет у нас развивается, тема Верещагина растет дальше. Потому что чем хороши вот эти исторические мероприятия? То, что можно донести в рамках одного мероприятия до сознания наших жителей, это небольшая толика информации. То есть человек не воспринимает много информации за один раз. И каждый раз новый сюжет, новая, опять же, поддержка средств массовой информации, она дает возможность опять сказать что-то новое, что-то интересное, привлечь внимание. Одновременно это получается. И то, что мы узнаем свои корни, мы начинаем этим гордиться. Мы, в общем-то, и начинают молодежь думать, а может быть, мы и здесь что-то можем, зачем нам ехать в Москву или за границу. И то есть у них срабатывает вот это чувство патриотизма и возможности реализации на месте. Ну, это, конечно, процесс не сиюминутный, это должно быть поступательное такое движение со стороны государства в том числе. Поэтому вот эти вот все гастрономические мероприятия, они должны работать на повышение, вот на продукт, на сам. И вот фестиваль пожарских котлет. Сейчас мы уже можем сказать, что у пожарского в Торжке у нас есть производитель, наша птицефабрика Верхневолжская, которая заявилась на вкусы России с пожарской котлетой. И надо сказать, что самое главное в пожарской котлете, ну, конечно, рецептуры и все, и продукт. Но самое главное, это донести до людей, что есть такое местечко, это Торжок, где останавливались и цари, и вся интеллигенция, и все они вот ели вот эту вот пожарскую котлету, были удивлены этим вкусом, который Дарья пожарская открыла. И вот привлечь внимание к тому, что можно жить не только в столицах, но и в наших провинциальных городах, и оставлять свое место, свои знаки в истории, и, в общем-то, быть полезным у себя на территории. Ну, скажите, вот касаемо развития, вот, производства вообще, выхода на рынок, а с кем сильнее конкуренция, вот, по вашей, тоже, вот, в вашей сфере? А с коллегами, вы сказали, тоже самое по-шухонски, делать много где. Вот с коллегами из других регионов или с зарубежными? Помните, вот одно же время, ладно, даже не берем там, к примеру, французские сыры и так далее, а одно время были популярны из Прибалтийской республики, вот, литовские особенно сыры были, вот, и так далее. С кем сильнее конкуренция? Беларусь, те же самые, ну, они вроде с нами в одном союзном государстве, но в то же время вроде они себя за границей называют. Вот, поэтому с кем вот сильнее? Ну, я знаете, что хочу сказать? Мои сыры, они уникальные, вот таких просто их нет. Нет, я понимаю, но... Да, просто я даже не могу ни с кем конкурировать сегодня. Не сравнивать сложно. Меня не с кем сравнить. Я просто вот, почему и золото, и бронза, сразу два вида международные, и все. Потому что все, кто пробует, говорят, Людмила Савельевна, ну, это все. Поэтому мне сегодня важно донести до народа. Я так признательна вам за то, что меня пригласили сегодня, Роман. Это настолько важно, когда ты делаешь настоящую продукцию, а люди этого не знают. Я к этому пришла, я же тоже возрастом-то не молода, как говорится. А я пошла на это наперекор всему. Я сказала, должен быть завод, должен быть сыр настоящий, я должна это сделать, понимаете? Задачи поставлены, я на сегодня выполнила, но только первые задачи. Сегодня нужно развитие предприятия, нужно рынки сбыта иметь, нужно понять, понимаете? Поэтому вот мне сравнить не с кем сегодня, отечественного, нет такого товара. То есть конкурент у вас нет? У меня нет. Я еще хочу добавить, что на самом деле возрождать традиции, это достаточно дорогостоящие мероприятия. Потому что легче купить технологию где-то и делать, в общем-то, с привязкой к территории, там, из своих продуктов. А возродить что-то, это же заново разработан весь процесс. Это очень сложно. У нас, почему вот мы все говорим, что повара наши готовят там из всего зарубежного? Потому что у нас продукт заходит вместе с рецептурой, вместе с технологической картой для ресторана. Японские власти, японское посольство делает мастер-классы для наших поваров, как готовить суши. И так-таки они с японской рыбой их и делают. Ну, сейчас уже, а им хватает того рынка, который они уже заняли, там, и с рисом, и со всякими соусами, и всего остального. У нас просто технологии наши, как бы, с сырой рыбой проблемы с нашими... Средства на разработки технологические, у нас же остались и пищевые институты различные. И мы должны это все посмотреть свои ресурсы, которые у нас есть. Есть ли у нас какие-то уникальные травы на наших заливных лугах, из которых Верещагин там свои сырые делал, добавлял их, во всяком случае, в свои технологии. То есть здесь большая работа, которую бизнесу, в общем-то, сложно поднять. Поэтому у нас больше сейчас идут по пути покупки франшизы, покупки готовой технологии. Потому что выживать-то надо все-таки, и свое место под солнцем, и, в общем-то, зарплату людям платить. Поэтому мы вынуждены сейчас так работать. И вот такие проекты, как «Вкусы России», они, в общем-то, и «Вкус Верхневолжья», тот, который мы сейчас проводим, и мы сейчас коллективную торговую марку на ассоциацию туризма сделали, и будем отличаться от других территорий именно тем, что мы будем вот эту историю нашу Верхневолжья чистой воды продвигать с помощью всех средств массовой информации. То есть это такая задача, она и бизнес, и государство должны идти вместе. Потому что если государство будет идти само без бизнеса, то оно уйдет не туда. Ну, государство, наше государство, казалось бы, уже 6 лет назад, 5, оказало поддержку нашим производителям. Какую? Когда они профинансов ввели санкции за Крым, а мы тогда сказали, а мы свои вводим санкции, соответственно, вот эти все товары, которые мы уже неоднократно называли, из Италии, Франции и так далее, казалось бы, попали под запрет. Казалось бы, плюс вторая помощь, казалось бы, нашим производителям. Доллар подскочил, и евро, и, соответственно, мало того санкции, так еще и их, в принципе, и сыры, все эти вины, и прочие окорока, и прошутты, подорожали, по идее, должны были подскочить бешено. Еще одна подмога нашим производителям, а мы же на Руси живем, за рубли наши деревянные, как выясняется, покупаем, понимаете? Ну, что я тогда замечал? Я-то побежал в магазин, ну, сейчас-то своими родными сырами пробавляться буду. А они подскочили в цене так же, ровно в то же самое время, в какое подскочили импортные и наши, и сыры, и молочка, яйца, кстати говоря, но вот это особенно, тоже подскочили в цене. То есть, казалось бы, только русский Ванька обрадовал, что свое пасконное поесть, а нет. Подскочило все в цене вслед за пармезаном. Как вот так произошло? Ну, вы знаете, я что хочу сказать, в Тверской области у меня было много коллег-сыроделов, то есть, заводов было много. Когда мы вошли в рынок, их просто не стало. То есть, на сегодняшний день только я возродила первый сыродельный завод в Тверской области. И существует маленький сыроварник, да, но заводов нет. У нас было много заводов здесь в Тверских. Старец. Ну, пусть в Тверских, остальные регионы. А так же в России. Ну, вот я захожу в магазин, я вроде вижу, сыров-то много, они русские, русские, они импортные, импортные тоже есть, конечно же. Но, тем не менее, ну, почему, еще раз говорю, вот наши отечественные, допустим, сыры, нет, у нас сейчас мясопроизводители, почему они тогда вот синхронно подскочили в цене в 2014-2015 году? Ну, я сейчас вам скажу, что такая специфика, закупают по одной цене, у товаропроизводителей продают на 100% дороже. Вот по 700 закупают, по 1400 они продают мою продукцию. То есть, у вас отпускная цена не изменилась? Она да. А они, негодяи, все наши ритейл, это они подняли цены? Ну, на 100%, я просто говорю, 700 закупают, 1400 продают. Не, я понимаю, то есть... Может, у них такие есть расходы, я не знаю. Ну, то есть, Ирин, вот, твой взгляд, ты хочешь сказать, что в 2014-2015 году они, ага, импортный сырок подоржал, а мы на русский поднимем, отпускную цену. Конечно, конечно, конечно. Поэтому, в этом сетевом супермарке. Ну, я правильно сказала, Ирин? Конечно, сейчас вообще большая проблема попасть в федеральные сети. Они уже существуют достаточно давно, у них сложившийся круг поставщиков, и они с ними прекрасно, как бы, ладят и делают космические товарообороты. А для тех, кто хочет зайти на этот рынок, пусть и с нормальной ценой, качество там практически, не рассматриваться, потому что там самое главное срок годности и цена. Больше никаких характеристик там не принимается, и постоянный объем, который нужно давать. Но, естественно, что небольшие производители туда попасть не могут. Производители, которые не в таких количествах употребляют. Нет, это немножко другое. Я спрашивал немножко про другое, про то, почему подскочили цены одновременно вместе с импортными, с ними все понятно, почему подскочили цены и на наши сыры одновременно. То есть, верно я вас понимаю, что это просто желание заработать со стороны сетей, а не производителей сыровых? Нет. Конечно, сетей. Не пытаетесь ли вы тогда пойти по пути других наших производителей региональных, которые открывают свои фирменные просто магазины? И сами напрямую не нужно роялти платить? Вот по такому пути не хотите пойти? Мы сейчас начали, мы работаем с Афанасием. Они берут мой сыр. Нет, а вы сами, чтобы никто цинку не проводил. Вы знаете, вот сейчас Ирина правильно сказала, что очень трудно возродить было завод. Очень трудно материально, финансово. Это как бы морально. Я понимаю. Все прочее. И чтобы открывать свои торговые сети... Ну, хотя бы лавку рядом с вашим заводом, за забором предприятия можно открыть? Вы знаете, что я сегодня вынужден торгую на рынке, в вашем центральном рынке. Значит, суббота, воскресенье, выходные дни, наша продукция представлена. Я выезжаю на предприятие со своей продукцией. То есть, вонский пекарь берет у меня эта самая... То есть, продукция прямо по ценам завода, по себестоимости. Значит, ну, для того, чтобы вынуждена так, чтобы как бы выживать. Вот. Сегодня вот Ирина говорит о том, что у нас, возможно, будет магазин фермерский в Твери. Надеюсь. А цены? Да. Вопрос... Вот это очень сложный, на самом деле. Он очень сложный. Вопрос, потому что здесь должен быть не просто магазин, где будут продажи, а здесь должен быть целый объект, в том числе и туристического показа. Это достаточно серьезная работа, и мы, в том числе и с точки зрения продвижения этого проекта, это непросто пробиться на рынок продаж. Ну, как непросто? Если там будет конкурентоспособная цена... Сначала ее надо сделать конкурентоспособную. Никто ее вот так... Дорогая цена не складывается из хотелок производителя. Дорогая цена складывается из-за того, что, первое, нет рынка сбыта, прежде всего. Они вынуждены, может быть, они могли побольше продукции производить, но из-за того, что продукции производятся меньше, соответственно, цена на нее получается дороже, обороты меньше. Поэтому здесь сначала надо на экономику выводить наше предприятие, а потом уже говорить о конкурентоспособности. Это со временем придет и есть. Как бы я сейчас не буду говорить о том, как мы собираемся это делать, потому что сейчас мы направлены все наши усилия на вкус России, и вот я думаю, что в конце уже этого мероприятия мы сможем все вместе собраться, обсудить наши дальнейшие действия, потому что наши производители вынуждены идти по такому пути, открывать свои небольшие магазины. Но всем известно, что это достаточно дорогостоящее, это совершенно другой бизнес, это совершенно другие специалисты, и опять нужно вступать в конкуренцию с федеральными сетями. Это нереально сделать. Это или со своим уникальным продуктом, который должен вообще быть, но тогда идут затраты на рекламу. Это очень сложный процесс, и его так просто вот на раз-два сейчас я открою магазин, и будет всем счастья, такого не будет. Просто я почему-то уже поднял этот вопрос, ну говоря, вот, популяризировать свое Тверское. Есть магазины фирменные, вы их прекрасно знаете, одного нашего, скажем так, хмельного производства всем известного, одного нашего мясоперерабатывающего, они выращивают, вы его тоже прекрасно знаете, но почему-то я замечаю, что даже если этот магазин на самом предприятии, то есть затрат на, как сейчас можно говорить, логистику никаких. Вот он забор, вот там мясной цех, а здесь уже, ну там цена на колбасы, там и так далее, ровно такая же, как в сетевом супермаркете. Понимаете, ровно, ровно. Даже на мясо вот разделано, еще не переработано. Тоже, я думаю, вот сейчас поживлюсь-то, куплю дармовщинка-то, оно же, вот, ни роялти не заплатили, ни за что, понимаете, свое. Нет, цену выставляют такую же, как в сетевом гипермаркете. Я думаю, а зачем ехать тогда вот в Конаковский район, когда я в том же самом сетевом куплю по такой же цене. И то же самое и остальное, понимаете. Почему наши тоже хмельные, так сказать, напитки, они стоят столько же тверского производства, как какое-нибудь привезенное с Ленинградских заводов, Ярославских, везли же, плечо какое. Но цена такая же. И ты в изумлении. А как тогда вот конкурировать они хотят? Так тогда человек купит ярославскую продукцию, смоленскую, белорусскую и так далее, когда цена такая же, как у своего тверского. Я вот у меня как-то не складываю пазл вот этот. Почему так происходит? Экономика. Как вот экономика? Ну, если это продукт, представленный в сетях, значит, это производитель уже работающих на больших объемах. И даже... А почему у него в фирменных магазинах такая же цена, как в сети? В наших... Вот в фирменном магазине этого производителя цена такая же, как в сети. Потому что затраты на такие маленькие магазины... А сеть на ценочку уже, по идее, сделала. Ну, то есть, а как тогда вы хотим... Ну, да, мы уважаемые, вы же знаете, в стране у нас экономический риск, доходы населения падают, понимаете, падают. Как мы хотим конкурировать с чужими производителями из других регионов. Ну, а как так? Что делать тогда? Роман, приезжайте, у меня гораздо дешевле на заводе цены. И я поэтому езжу по предприятиям и по дешевым ценам предлагаю. Если я буду предлагать по тем ценам, которые стоят, у меня никто не купит, мне смысла нет ехать. Поэтому сегодня, вот я начинаю, я возрождаю, я иду по этому пути. Я продаю по себестоимости. А расскажите, правда, вот себестоимость... Тоже люди спорят, вот сколько должен стоить тот же самый сыр в магазине. Вы скажите, сколько может стоить настоящий сыр? Без добавок, без всего. Настоящий сыр, я вам скажу, значит, 650 рублей от производителя. А если мы видим в магазине за 400 рублей, к примеру? Ну, за 400 это не сыр, это сырный продукт. Это точно. Даже если на ценнике написано, что без заменителей. Потому что, послушайте, 35 рублей стоит сырье только от совхоза. Закупить на месте. Молоко. Литр молока, просто для понимания. А на каждый килограмм сыра идет 11 килограмм молока. То есть 385 рублей только стоит сырье на молоко. Вот там еще логистики нет, еще нет переработки, еще нет затрат ни по газу, ни по свету, ни зарплаты, ни налоги. Ничего нет, понимаете? Вот это все нужно вложить. Поэтому я вам сказала эту цифру. Телезритель, самое главное, телезритель, чтобы они понимали. Минимальная эта цифра, вот это такая. Значит, это без рентабельности. Просто я вам сказала, себестоимость. Плюс должна у предприятия быть рентабельность минимально 10%, да, хоть что-то. Вот это 700 с чем-то рублей. Вот мой сыр. 700-700 рублей – это цена на заводе-изготовителе, на предприятии. Далее она идет уже в сети. Вот что сети представляют, это вот разница. Но это настоящего сыра, а его в сетях не представлено, его практически нет. Вот то, что вы покупаете, это по 700 рублей, это все не настоящий сыр. На заводе он стоит 250 рублей, то, что вы покупаете в этом, по 700, по 600. Потому что это всякие, значит, сухие там всякие, всякие компоненты органолептик, которые делают все. То есть растительный жир, вот это все дает сегодня сыр. Сыра нет настоящего. Сыра нет настоящего. Ирина, а вот которые импортные мы видим там, ну, они уже не итальянские, они стали аргентинские. Но тем не менее, даже там цена 1500, это тоже не настоящий? Или все-таки хотя бы это? Ну, про импортные я не могу сказать. Я тоже как бы не готова. А хорошо, опять-таки, ну, сети у нас вроде уважаемые организации, причем некоторые даже не тоже федеральные, они транснациональные. Там германские, к примеру. То есть неужели продавая сыр за, к примеру, 450 рублей, где на цене не написано, что он без заменителя, то есть натурально обманывают, получается? Или это некая акция, может быть, там на обороте? У них, может быть, по-другому экономика устроена. Я вам говорю с ценами нашей электроэнергии, газа, с нашего сырья. А в каждой стране своя. Там субсидии идут. Нет, я вам о России говорю. А там за границей идут субсидии всякие сельскому хозяйству, поэтому они учтены, и поэтому там у них может быть дешевле. Там совершенно нельзя сравнивать. Я, когда закупала импортное оборудование за границей, ездила еще в советское, ну, как в перестроечное время, я, конечно, была удивлена. Я была там на заводах, я в Германии была, в Основрюке, как город по-братим был наш, вот и есть. Вот, поэтому там у них огромные субсидии дают сельскому хозяйству. А сейчас стоит ли, на ваш взгляд, как раз я хотел этот вопрос задать, может быть, ну, опять-таки, ну, тоже, я говорю, называю вещи с временами, 700 рублей для нынешнего среднестатистического человека, это дорого. А может ли, как государство, помочь сделать так, чтобы какую-то субсидию, чтобы сырок был, да, пусть у него себестоимость 650, допустим, а вот в магазине, чтобы он был, допустим, за 400, ну, за 500, ну, к примеру. Или это нереально? А в это хорошее время жить, наверное, придется мне, не вам и еще никому. Я хочу сказать следующее, что субсидии-то государство может дать, а продавать-то не где. То есть тут, получается, замкнутый круг. Если по нормальной цене будет где продавать, ну, будет, ну, будет. Вот как хотите, вот, слух пойдет по всей Руси великой, назовет это сурцировый всяк сущий вне язык, и пойдут. Даже сейчас у нас не производители воды в сети, а там... Сети шут с ними, но... А другие магазины не... Тогда свои не открывать. Ну, вода, я согласна, вода все-таки накачается, все из недр. А молоко, это продукт, который надо вырастить, покормить, все переработать, все. Это очень большие затраты. Вода, это, конечно, все попроще, вот, это недра. Но даже вода не может попасть в сети, понимаете? Вот, ну, я некоторые вещи не могу разглашать. Ну, понятно, понятно, да. Там, у меня люди по секрету рассказывают некоторые вещи, но наша вода, она по цене и по качеству намного лучше, чем та, которая продается в сетях. И дешевле. Ну, по сравнению с тем ассортиментом, который может быть представлен, это крохи. Поэтому здесь очень большая работа, конкуренции никто не отменял никогда, и войти на этот рынок уже отработанно и достаточно сложно. Поэтому тут просто, тут должна быть не такая обобщающая государственная политика, вот, с моей точки зрения, а должна быть целевая. А, к сожалению, многие законы наши, например, у нас нет возможности у государства нашего, даже у Тверского региона, помогать там Тверскому предприятию и не помогать там какому-то другому. Помогать там... А какому еще другому должен, Смоленскому, что ли, помогать? Нет, ну, вообще торговли у нас не помогают. В общем-то, хочется сказать, что сегодня у нас мой бизнес вот существует, и мне хотелось бы сказать о нем, что, в общем-то, активный очень бизнес. Ну, вот, вот, видите. Да, я просто хочу сказать... Нет, ну, я имею в виду, если предприятие Тверское или если оно там организовано каким-то инвестором. То есть, поддержка у нас в основном, на самом деле, идет сейчас новым предприятием. Вот, вот, инвестиционная политика, на новый бизнес выделяют субсидии. А те, которые работают уже стабильно достаточно долго, в общем-то, выживают своими силами. Я думаю, и все всегда меня спрашивают, ну, почему вот мы, наше предприятие, наш завод, столько лет существует, мы столько-то рабочих мест даем, а, как бы, поддержка идет, ну, в основном на те, кто заходит заново на территорию, там, и на технопарки, и на все остальное, там, индустриальные парки какие-то. То есть, вот, в основном, наши предприятия выживают... Ну, понятно, могли бы, то есть, есть, где работать областным властям, направления. И областным, и федеральным, есть. И вот, я думаю, что конкурс «Этот вкус России» покажет очень много. Если в правильном формате проведут аналитику, то будет видно, какой у нас вообще свой потенциал и на международном рынке, потому что, я думаю, вот с такими вот вещами мы можем спокойно на международный рынок выходить, и нас не будут ни с чем сравнивать. Ну, касаемо сравнения, все-таки у нас осталось буквально несколько минут до конца эфира, не могу не спросить. Скажите, а стоит все-таки нам, раз уж так, современному человеку люб тот же самый пармезан, выпускать вот эти либо аналоги, либо даже под той же самой торговой маркой? Вот, сделанные здесь сыры, то есть, попросту говоря, копии, там, бельгийских, французских сыров, вот эти все с плеснью и так далее. Скажите, вот стоит нам идти по такому пути, чтобы популяризировать, чтобы все-таки выходить на рынки, в рестораны, в кафе и так далее? Этот путь трудный, но идти мы обязательно должны. Надо все-таки. То есть, не нужно упираться в свой пашеконский? Нет, не нужно упираться в пашеконский. Только в пашеконский? Это есть, это отработано, это есть для наших покупателей. Мы должны удивить покупателей, мы должны сделать что-то лучшее, мы должны делать такой сыр, который настоящий. Я, например, выпустила, и я рада, моя душа радуется. Главное, чтобы человек душа радует, чтобы мой сыр кушает, пусть грудные дети кушают. Там белок, все настоящее, все натуральное. То есть, вы вот показали сирийский сыр, да, например, это вообще оригинально. Да. Но я говорю, вы делаете какие-то аналоги там итальянских, например, французских? А у меня швейцарский сыр берберкнули. Опять-таки интересно, мне швейцарцы пробовали сами как-то, ну, вот мне интересно. Ну, я гружусь сейчас в сырые мира, они берут швейцарские, то есть, ну, там под другим ценом они берут, а они сейчас берут мой сыр. А, опять-таки, ну, Ирина, верно, я понимаю, что все-таки заимствовать прямо название нельзя. Там, ну, Тверской пармезан, к примеру, можно такое делать? Или по закону вот об брендируем все вот это тема? Нет, это брендирование не имеем права. Нельзя. Нельзя. С торговыми марками, поэтому здесь или покупаешь там какие-то соглашения, франшизы и так далее. Но я думаю, что мы, кофе это не наш продукт, чай это не наш продукт. Да он даже не финский, и чай в Англии не растет, а все английский чай. Да, да, поэтому это давность, которая вошла к нам в жизнь, и отрицать ее, выгонять смысл. Сыр-то у нас растет ведь самое, ну, точнее, можно делать молоко-то, коровы производят, в отличие от кофе. Сыр, просто мы постепенно, постепенно будут наши производители, когда будут узнавать какие-то старые технологии, какие-то новые на их основе разрабатывать, мы не сможем стоять на месте, все равно мы будем двигаться. То есть, и стоит, Ирина, вот это копировать, ну, вот эти швейцарские, потому что это мода. Копировать, ну, почему, если это есть, отрицать этого не стоит. Вот, если есть там, допустим, итальянская кухня, которая прижилась, зачем ее выводить из ассортимента ресторана, вводить русскую кухню, только русскую, когда итальянскую тоже едят, и это не должно быть, как бы, человек сам сделает. Скажет, что раз итальянская, должен быть именно пармезан, привезенный из Италии. Или все-таки русский аналог продвигать туда, который по вкусу будет такой же. Повар сам определит, если русский аналог будет такой же, по качеству. Ну, органолептика, то у каждого своя, конечно. А все-таки тоже все время задают вопрос. Это зависит от технологий. Можно здесь, вы можете сделать вот у вас, вот в вашем производстве, точный аналог, опять-таки, того же самого пармезана? Ну, вы знаете, что, в чем у меня будет сложно сделать точный аналог? В том, что он лежит очень долго, а у нас такое дело. Допустим, я понимаю, но тем не менее. Допустим, мы на безденежье. Нам поскорее нужно реализовать, получить аресты, ты закладываешь деньги. Или траву у нас не те, солнце не то. Нет, все можно сделать. Только нужно сырье найти хорошее. Вот у меня сырье завидово. Оттуда, где, вы знаете, у нас какой-то самый заповедник, вот я беру оттуда сырье. Беру французский, поэтому он у меня вот и золото, и бронза. Если вы будете... А сырье наше, увы, не все молоко сыропригодное. Понимаете? Не все молоко. Для того, чтобы оно было сыропригодное, надо его кормить определенно. И все, тогда будут настоящие сырья. Чтобы сделать пармезан, это надо настоящее сырье иметь. За границей там так, там свое сырье, и там хозяин делает пармезан, и все. А мы закупаем сырье. Для того, я когда-то начинала и сейчас с фермы. Вот чтобы произвести такой сыр, я езжу на ферму и смотрю, как они там производят. И цена, конечно, несколько выше им платится за тоже. Спасибо большое. Наш эфир, к сожалению, подошел к концу. Что же мы сегодня говорили о том, как популяризировать наши отечественные продукты, тверские. Поэтому все-таки любите свое родное тверское, русское. Да, итальянское тоже замечательное, французское, но все-таки и свое тоже надо любить. Тем более, как поясняется, наши, к примеру, сыроделы делают не хуже, а иногда даже что-то и лучше, и оригинальное, чем того, что мы привыкли покупать под импортными брендами. Это была программа «Тема дня». Спасибо вам большое, уважаемые дамы, что уже нашли время. Вам приятного аппетита и во время обеденное. До новых встреч. Спасибо.